В Одинцовском округе продолжается информационная кампания по программе социальной газификации. В парке Малевича глава муниципалитета Андрей Иванов провел собрание со старостами населенных пунктов. Все должны предметно разбираться в этой программе. Максимально упрощены все документы, которые необходимо подавать. Важно иметь свидетельство на дом и, по большому счету, изъявить желание в форме простой заявки для того, чтобы включиться в программу. Но, тем не менее, мы здесь не боимся перестараться, поэтому еще раз собираемся, еще раз готовы ответить на вопросы. Порядка двух тысяч уже участвовало в наших таких сходах с жителями. Особое внимание уделили вопросам безопасности. В течение мая и июня сотрудники Мособлгаза обошли 20 тысяч домов, сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа. Из них предоставили доступ и показали техническое обслуживание своего газового оборудования всего 15%. Газовое оборудование – это, в первую очередь, опасный объект, который опасен не только самим своим газом, который приходит в дом, но и опасен теми газами, которые образуются после сгорания. Очень часто в ходе проверок выясняется, что либо дымоход неправильно работает, либо приток свежего воздуха не организован должным образом. Чтобы заключить договор на техобслуживание, можно позвонить на горячую линию или пройти регистрацию через личный кабинет Мособлгаза. По словам директора филиала, жители могут сами выбрать необходимый пакет услуг. У нас наши специалисты выезжают бесплатно один-два раза. Более того, преимущество нашего договора в том, что мы в любое время суток приедем и будем ремонтировать, если что-то случилось. Программа социальной газификации предполагает догазификацию всех поселений, в которых уже есть магистральный газ. До конца этого года запланированы к подключению 174 населенных пункта. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.